Есть время восстановиться и подготовиться к следующей смене. Атакует Акбар Случевников. Бросок! Это перекладина! Вторая встреча между Сочи и Казанцами в этом регулярном чемпионате фон Бет КХЛ. Меня зовут Виталий Макданов. Рад всех приветствовать и ждем интересного хоккея и хоккея результативного. Все-таки можно вспомнить предыдущую встречу. Два вратаря отсутствуют. Конечно, у Акбарса это серьезные потери. Нет ни Тимура Белялова, ни Амира Мефтахова. Их нет в официальном списке травмированных. Но понятно, что если бы они могли, ну хоть один бы точно был сегодня в заявке, если не выходил бы на лед вообще. Егор Бабенко нападающий, травмирован у Акбарса официально. И у сочинцев две потери в линии атаки. Денис Вингрыжановский и Андрей Никонов отсутствуют. Стартовала эта встреча. Яшкина накрывают двое в средней зоне. Может получиться атака у Сочи. Попов. Бросок вверхом и добивание. Это гол! Даниил Сераух открывает счет в этой встрече на первой минуте. 1-0 Сочи. Седьмой гол Даниила Серауха в этом сезоне. И 17-е очко третьего бомбардира команды. По набранным баллам сравнивается с Джесси Грэмом. Отличный бросок Попова. В район вратарской маски летит шайба. Арефьева это, кажется, чуть-чуть дезориентировало. Три минуты сыграно. Шайба у Барабанова. Передача в центр. Быстрый пас обратно. Барабанову нужно подниматься. Галима бросает. Сафонов занимает позицию на пятаке. Но Иванов забирает шайбу. Набирает скорость Барабанов. За счет техники, за счет катания он может войти в зону. Но тут очень здорово против него сыграл кто-то из сочинцев. Наброс на ворота. Сафонов задевает немного шайбу. Но она не доходит до вратаря. Семенов уже играет у борта. Сераух его какое-то время преследовал. Потом оставил. Бросает Лямкин. Отскок. Попытка добить. И Сергей Иванов накрывает шайбу. Никита Лямкин набрасывал. И получилось у него сделать так, что не зафиксировал шайбу Иванов, а именно отбил. А это всегда дополнительные шансы для игроков на пятаке. Но посмотрите, как еще и клюшкой сыграл Иванов. Какая диагональная передача. Пита и туда, к воротам. Кажется, это был не бросок, а именно пас. А вот это был бросок. И Иванов шайбу забирает. Красивый момент. Для отбора, например, это должно быть противоборство именно один в один. Момент у Акбарса. Передача через центр и отскок. Иванов реагирует. А мы вспоминаем вот эту передачу Тимофея Жулина, которая едва не превратилась в гол. От конька Хлачева шайба отскочила. Высоких задач с командой никто не снимал. Ярулин бросает. Пытается добиться фонов. Иванов не прижал шайбу. А вот теперь она под вратарем. А, это гол. Это гол. Судья показывает взятие ворот. Вот казанцы кто-то отмечает. Кто-то толкается с соперниками. Ярулин вроде бы не очень сильно исполнен. Тут сразу два касания Сафонова. И вот здесь шайба не прижата. Она где-то под вратарем. И дальше, дальше, дальше. Вот так вот сдвигая вратаря, вытягивая клюшку. Сафонов исполняет движение. Уже фиксирует Виктор Гашилов взятие ворот. Но вот с этого плана разобрать, где именно было это решающее касание, не получается. А вот здесь. А, вот конек Попова. Кажется, от конька Попова эта шайба пошла под вратарем. Хотя вот здесь уже Сафонов сдвигает. Иванова. Но, возможно, это произошло после того, как шайба оказалась за линией. Сильно подсказывают Иванову, чтобы он шайбу направил в борт. Побороться за нее можно было подальше от ворот. Не нужен был еще один момент. Сочинцам в концовке. Прижались чуть к воротам. 1-1. Данил, что скажешь по первым 20 минутам игры? Хорошая боевая игра. Очень интенсивная. У нас и у них есть моменты. Я думаю, один гол будет решать эту игру. Сегодня ты открыл счет в этом матче. Вспомни момент. Расскажи нам своими глазами его. Да, так получилось. Я добрал шайбу в средней зоне. Отдал. К Сереге Попова он бросил. Мне отскочило. Я пустые добил там. И опять борьба. Сафонов ставит корпус. Бросает. Задевает еще и ногой. Иванова. Не знаю, извинился сейчас. Если нет, мимо вратаря проехал. Такой контакт был не из приятных. Вот смотрите. Жестко ставит корпус. Как раз пытается отскочить в сторону. И за счет этого много-немного оставляет. Сафонов. Но продавил при этом Никиту Бахлашова. Ему нужна поддержка. И команда действует соответствующе. Не то, чтобы прям прижимается к воротам и все акценты смещают на оборону. Но вот здесь не получилось. Здесь отличный бросок. Арифов показывает, что Хафизов ему мешал. Но будет ли это поводом для отмены? Мачулин зарядил. И очень здорово попал. Борьба, борьба. Вот сколько этой борьбы мы видели в первом периоде. И здесь сочинцы выигрывают. Поднимают шайбу к синей линии. А вот он, Хафизов. Конек его находится во Вратарской. Настолько ли сильно этот конек воздействовал, чтобы помешать Арифеву при отражении броска? Вот тут уже повод для запроса есть у казанцев. Вот отличная камера. Давайте смотреть. Да, он находится. В момент, когда шайба уже полетела, Хафизов во Вратарской. Так, это все-таки гол. А это значит, что Акбарс в меньшинстве. Мачулина поздравляют. Миллер. Сафонов. Хороший перевод. И быстрая передача в коньки Барабанова. Он разворачивается, бросает. И Сафонов подскочил на добивание. Снес даже ворота. Быстрая передача. Галимов тут сделал упор именно на быстрое исполнение. Чуть точность пострадала от этого. Но все равно Барабанов справился с приемом. И бросил. Так сам по себе может быть не опасно. Но вот именно отскок мог подарить шанс казанцам. Есть время восстановиться и подготовиться к следующей смене. Атакует Акбарс Лучебников. Бросок. Это перекладина. Какой бросок пропал. Но пропал на счастье Сергею Иванову. Быстрый розыгрыш. Попов. Бросок. И Арепьев. Классное спасение. Ловушка на готове. И шайба в этой ловушке. Проще выстроиться обороне. И сложнее создавать моменты твоему оппоненту. А почему это для Сочи важно? Во-первых, было бросование у ворот Иванова. Во-вторых, последние секунды периода. И вот уже так, по-простому, выносит шайбу Артем Волков через борт, чтобы сохранить преимущество своей команды после второго периода. Константин, что скажешь по второй 20-ти минутке? Ну, в принципе, более-менее сейчас к концу пришли в себя. Атак, начало сумбурное у нас было. Сейчас в моменты стали появляться. Думаю, в третьем должны найти свою игру. В принципе, сыграть лучше. Третий период будет для вас заключительным на выезде. Где найти силы, чтобы бежать вперед? Ну, откуда-то нужно брать эмоции. Скоро домой нужно выложиться. Все просто. Отличная передача. Вход в зону. Бросок. Отбивает шайбу Иванов. Какая комбинация у Акбарсов прошла. Артур Бровкин заряжал. Пускает Казанского игрока в свою зону. Розыгрыш Сочи. Тинулин в обратку отдает. И Гараев не попадает по шайбе. Классный розыгрыш по задумке. Завершение подкачало. Усел с носками штрафников. Алексей Васильков. Второе нарушение Сочи. В этой встрече какой момент у Акбарса не забивает Галимов. Яшкин, ну, так теоретически от щитка Иванова он мог переправить эту шайбу. Но в итоге прострелил очень сильно. И прям на клюшку-то Галимову шайба эта легла. А, ну вот, собственно, и повод для беседы, что Антон Гоффман рядом оказался с Галимовым. Потом еще не будем забывать про возможность и таймаута, и замены вратаря у Анвара Гатитульна. Хотя, может быть, это и не потребуется. Артем Галимов. Вот это бросок. 2-2. Сафонов, посмотрите, как выигрывает Багу. Тут уже и клюшка, казалось бы, за спиной осталась. Нет, переложил ее, разобрался. А главное, что с поднятой головой катил. Ага, есть справа партнер. Проходит эта передача. Она прошла, и Галимов забивает. Ничейный результат устраивает обе команды, кстати говоря. Ох, какой драсса от Ильи Федотова. Выигранное вбрасывание казанцами. Расставились, набрасывает Миллер, не проходит шайба. Готовы ловить сочинцы, готовы отбиваться. Уважаемые болельщики, поскольку остановили матча. Передача Яшкину. Питан. Бросает. Барабанов занял позицию. В таке. Мокрушев, Волков. Это гол. Это гол, это Яшкин. В касание. Бросает. Забивает и приносит победу. Поздравляют Арефьева сразу же казанцы. Обратите внимание. Третья игра. Вторая полная игра. И вторая победа в континентальной хоккейной лиге. У голкипера Акбарса. Дмитрий Яшкин забивает 12-ю. Бросается в погоню за Артемом Галимовым в снайперской гонке. Но вот эта конкуренция внутри команды, она только на пользу пойдет. Дыняк и Тинулин что-то обсуждают. Дмитрий Яшкин нам. Хватывает крупным планом. Спонбет героем овертайма. Нападающим Акбарса Дмитрием Яшкиным. Дмитрий, сначала пару слов об игре. В целом, ожидали, что будет так тяжело в Сочек? Никогда не бывает легко. И тем более, в такой команде ребята играют здорово. И мы еще все создали кучу проблем удалениями. Поэтому все, что выиграли. Но есть на чем работать. Удивлены, что у Акбарса такая массивная поддержка сегодня в большом? Очень приятно. Спасибо большое им за поддержку. Ну давайте непосредственно об овертайме. Опишите момент своими глазами, как все произошло. Ну, с ребятами договорились, что я попробую откатиться. И что бросил под сходу. Получилось. Залетело. Поэтому я рад.